И выиграли самое главное. Можете несколько слов о плане, которого вы приняли? Ну, наверное, было заметно, что доминировали хорошо, владели мячом. В первом тайме, конечно же, не получалось к воротам так подойти, как хотелось бы нам. В втором тайме немного добавили, немного побыстрее начали действовать. И слава богу. В Дёргане второй матч подряд, да, но быстрый гол пропускается со стандарта. Причём со стандарта, да. Объяснимо это по-другому. Ну, это будем разбирать, конечно, это не есть хорошо, но, опять же, повторюсь, самое главное, что сегодня выиграли, а то, что пропустили опять со стандарта, то я думаю, что завтра тренерски-штабно это обратить внимание и сделаем голуби. Во втором тайме при счёте 1 на 1 мультика мотива было несколько возможностей выйти вновь вперёд. Получается, не реализовали своё, пропустили от вас? У Эдера был хороший момент, по-моему, да, когда он выше ударил, да, но затем, по-моему, 1 на землю. Да, 1 на 1, и перед этим у них пару, так, мяч, ну, раз у нас хотел такой метр и одну в штанг. Ну, это не знаю, наверное, другой футбол какой-то был, вот. Про Эдера знаю, но там Макси выручал нас, спасибо ему большое, вот. Они не забили, мы забили, поэтому такое бывает. Насколько повлияло то, что у Локомотива ушли по травмам два игрока ключевые, Алексей Миранчев и Барьев? Ну, то, что они лидеры своих команд, это, конечно же, да. Вот, ну, получили травмы, конечно же, такое бывает в футболе, самое главное, конечно же, им здоровье. А что касается их угод, конечно, немного, как знаете, когда ведущий футболист не играет у команды, это всегда как-то позитивно отражается на другой команде и более спокойно, наверное, чуть-чуть действует тоже. Потому что не было такого мастера, как Лёша, да, там, справа фланг. Показало, что физически Спартак готов существенно лучше, чем Локомотив, вы это почувствовали? Особенно в концовке второго, на тот период, когда один забили, второй. Физически действительно хорошо готовы, и в первом тайме тоже, я считаю, что полностью контролировали игру, и, ну, больше, так сказать, активнее были. В втором тайме, опять же, добавили, значит, были силы, значит, можем это делать. Поэтому, считаю, что сегодня, да. Носит ли для вас сейчас принципиальный характер игрокового платья? Да. Объясните. На что объяснить? Вопрос задали, я ответил. В принципе, уже давно это все было. Ну, было, но, опять же, нету никакой злости, и там такой, знаете, неприятный, ну, как-то злобы, да, наоборот. Вот, я знаю, что я был в Локомотиве 10 лет, не получилось, вот, там. Поэтому это принципиальный соперник для меня в плане, вот, знаете, лишний раз, можно сказать, доказать, что не такой я уж плохой футболист был. Вот, все хорошо, все отлично. Скоро сборная, ждете вы здесь? И вообще, как бы, не отвыкли еще от матчей сборной, потому что это был последний раз был казан. Давно не играли, давно не играли, да, но еще перед сборной очень важные игры. Вот, все прекрасно знают, что мы с соперниками с нижней турнирной таблицы чуть-чуть, так сказать, нерезультативно играем. Поэтому надо серьезно подойти к следующей игре, вот, не думать о сборной пока. Вот, потому что сегодняшняя игра, опять же, с Локомотивом очень много сил отнимает. И иногда это, ну, перед такой игрой, как с ротором, да, не обижая их, иногда это очень плохо сказывается. Поэтому никакой эйфории, спокойно, сейчас сегодня чуть-чуть все футбол посмотрят и будут спать. Вот, договорились. Договорились. Сейчас есть, которые есть через три дня на четвертый, мне кажется, это не то, что не мешает, но даже в кайф. Это в кайф, да, потому что тренироваться, ну, как бы, когда недельный цикл, все время тренировка, долго ждешь игру. Вот, а если еще, не дай бог, отрицательный результат, потом опять еще ждешь, там, 5-6 дней в следующей игры. Поэтому лучше, конечно же, играть, вот, на третьей, на четвертой тени, это очень хорошо. Многие топ-игроки, наоборот, жалуются, типа, Деберойный, он говорит, что сумасшедшее, и это может повлиять на здоровье футболистов. Вот у вас такого нет? Ну, Деберойный, при всем уважении, играет в год, там, где-то 70 игр, а мы играем, там, 30, и, дай бог, Еврокубки, там, и Кубок, да, там, 3-4 игры, там, 40 набегает. Поэтому Деберойный есть, чем жаловаться, потому что он, на самом деле... Георгий, ну, то есть, в принципе, если было 18 команд, нет проблем, вы чувствуете, что потянете такой игрок? В смысле 18 команд? Ну, если будет 18 команд, то он придется... А сейчас сколько? Сейчас 16. Вы серьезно? Хорошо, ведь? Под маской просто. Ну, я думаю, что потянем, да, понятное дело, что вот этот вирус, да, вот, коронавирус, все, сейчас сбил весь ритм, и все, и, может, из-за этого сейчас непонятки такие, но посмотрим, как будет. Я думаю, что потянем, да, потому что, конечно, лучше играть, чем по 3-4 сбора делать и ждать игры по 3-4 месяца потом-то. Ваш крик в предыдущем матче, когда вы требовали быстрее и быстрее, это та тактика, которой некоторые не придерживаются? Это то, что иногда не хватает, потому что, когда мяч медленнее ходит, ну, понятное дело, что футболисты успевают перестраиваться. Вот, сегодня тоже немного сказал, чтобы через, на левый фланг тоже немного обратили внимание и, видите, голову оттуда забили. Поэтому это рабочий подсказ, на это никто не обижается. Это все, ну, это нормально. Георгий, были разговоры о Наполе, есть ли в этом хоть какая-то доля правды или обычная... Я так же читаю, как и вы, поэтому мне никто ничего не звонил, не писал, в инстаграме, в запросах ничего не видел. Ну, поехали потом. Куда? К вам. Я пока не думал о уходе из «Спартака», вот, я сейчас и здесь, вот, опять же, как, я не представляю, я уже отвечал на этот вопрос вам в прошлый раз, что я не представляю, что сейчас могу покинуть «Спартак» в этом момент. Если «Спартак» на втором месте, вас вообще подначивали молодежь из второй команды, которая вчера вышла в мидерах ФНЛ? Они молодцы, мы смотрели вчера, там, они пять, да, забили, если не ошибаюсь, мы очень рады были за «Бадур», который забил, вот, они огромные молодцы, пусть дожимают, добавляют, а мы будем за ним стремиться тоже. «Бадур» ввется в основу? Мы всегда всем рады, особенно, когда молодые футболисты приходят, если обратить внимание, у нас очень много футболистов, ну, «Спартака-2», там, «Сбубля», уже 2001 год, вот. Кто с нами тренируется, поэтому всегда всем рады, всегда всем помогаем, там, и это нормально, это будущее «Спартака», поэтому пусть работают, никто здесь им не собирается места как-то отдавать и все такое. Пусть «Паша» два раза больше. Верни, нет ощущения, что вот этот второй тайм, который сейчас был, это лучшее, что показывал «Спартак» в этом году? Я даже не знаю, честно, вот, понятное дело, что сейчас на эмоциях, там, можно говорить, что это, там, лучший тайм и все такое, но, опять же, надо спокойно остыть, посмотреть, потому что, вот, мы пять минут назад говорили о том, что у «Локомотива» был отличный момент, где мы провалились, и они не забили нам. Поэтому есть и, конечно, хорошие моменты, хорошие выходы, что нужно закрепить, но так же и есть, ну, над чем работать. В финал пойти смотреть? Хотелось бы, да. За Париж, по-моему, за красивый футбол. Ну, «Кигнадз» задавался, сказал, что победит «Локомотив» в финале «Локомотив» в финале «Локомотив» в «Спартак». В «Кигнадз» сказал, что в финале победит «Локомотив». А сегодня же не «Локомотив» играет. Ну, да, ну, может, он имел в виду отдаленное будущее какое-то. «Спартак» вообще, через сколько лет, может, давать реально на победу «Европубки». Даже пусть это был… Ну, такие провокационные вопросы все задаете, чтобы в заголовок сделать классный. Ну, в вашей карьере. Давайте, если поедем в финал, смотреть все, то… Ну, согласен, вас приглашать не буду, к сожалению, но… Последний вопрос. Вот эта штука, как ее назвать, велосипед, на котором мой, прибыль. Самокат, да. Она делала шума. Это что такое? Вы сейчас передвигаетесь на нем? Это я взял на такие бонусы «Спасибо» знаменитые. В «Сбербанке» есть. Это реклама? Вот, я накопил и… Нет, это не реклама. Но если «Сбербанк» захочет сделать со мной рекламу, я готов. Вот. Просто я купил это, чтобы передвигаться, потому что здесь недалеко живу. И иногда двигаюсь на этом аппарате 23 километра в час. Это можно? Не опасно. А? Не опасно такая скорость? Не, не опасно. Он предназначен 35 километров, но под моим весом он чуть-чуть не тянет. Масло, посоветуй, лучше катать? Не, у него масло слабенье, у меня посильнее будет. На наворочке. Ты же где-то по шассе прям-то вот так ездить? Вот так, да. Оттуда заезжаю. Один раз, кстати, охранник не узнал, но не об этом. Все, спасибо. Спасибо. Удачи. Субтитры сделал DimaTorzok